Избиркомы Югры получают бюллетени для досрочного голосования. Сегодня в Сургуте проходила раздача документов муниципалитетам. К слову, раньше, чем в большинстве регионов страны. С этими бюллетенями уже 1 марта члены избиркома отправятся на стойбище и охотничьи хозяйства. Отмечу, всего к досрочным выборам в Югре изготовлено почти 300 тысяч экземпляров. Тему продолжит Леана Киямова. Пачки, как вы видите, достаточно плотно упакованы. Здесь крафтовая бумага есть, первый слой, и пленка. Плюс это все, естественно, перетянуто скотчем. Вот так плотно упакованы пачки. В каждой до 1000 бюллетеней. Вес одной такой около 5 килограммов. Бюллетени предназначены для муниципальных образований, где есть отдаленные поселки. Именно там будет проходить досрочное голосование. К примеру, из Советского района представители территориальной избирательной комиссии приехали на внедорожники. Все 38 тысяч экземпляров уместились в багажнике. Всегда очень ответственно подходим к таким вещам. Добирались мы буквально за 7-8 часов доехали. Поэтому все хорошо. Надеюсь, с такими же темпами вернемся домой. Мы головой отвечаем за них. И я больше чем уверен, мы все сделаем для того, чтобы все было в порядке. А вот Сургутский район забрал больше 86 тысяч экземпляров. Потребовалось газет. Складывать приходится в небольшие стопки, чтобы не повредить упаковку. Все они будут храниться в одном из пунктов полиции. Мы сейчас забираем, храним их в поселке Солнечном, здании милиции. И начнем выдавать в скором времени для комиссий, которые начнут голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Предполагаем передачу первым комиссиям 25-26 числа. Комиссии приезжают, пересчитывают, расписываются в актах и уезжают. Югра – один из немногих регионов страны, где проходит досрочное голосование. Эта процедура связана с отдаленностью территории и стойбищ от населенных пунктов. К большинству из них избиркомовцам приходится добираться на вертолетах, чтобы каждый югорчанин смог отдать свой голос. Процесс передачи бюллетеней, как и досрочное голосование, серьезный. Непосредственно здесь они после того, как получают бюллетени, они едут уже на свои территории, и их сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Наша полиция – это традиционно, всегда в ходе передачи бюллетеней происходит, всегда они увозятся под охраной. Ну и этот случай, естественно, не исключение, потому что это самые важные выборы в нашей стране. К изготовлению бюллетеней в Сургуте приступили месяц назад, когда был утвержден макет. Уже на протяжении нескольких лет документы к выборам производят в этой типографии. Во время изготовления бюллетеней дополнительно охрана нанимается, соответственно, она охраняет и так далее. То есть в макулатуру, в приладочные экземпляры не передаются, то есть они уничтожаются сначала. То есть в готовом виде, как говорится, поступают только в упаковку и в печать, и уже, как говорится, на отправку. Чуть позже получат пачки в Белоярском, Березовском и Кандинском районах. Им бюллетени будут переданы через спецсвязь. Это федеральная служба доставки грузов. Ну а досрочное голосование пройдет 1 марта. Леона Киямова, Игорь Батищев, телерадио компания «Югра», Сургут.